всех приветствую друзья с вами бар добро пожаловать на канал и мы продолжаем играть в world of warcraft продолжаем качать нашего персонажика замечательного мага что же в прошлый раз мы выполнили непритязательные квесты кстати смотрите да мы взяли здесь немножко заданий еще кровь патриарха укоротители драконов но это надо поймать его и зеленые светящиеся затемленные затемненные зачумленные детеныши прото дракона так в принципе мы эти квесты наверно вряд ли мы его понять давайте я думаю сразу пойдем в лагерь заиндивившего копыта там повеселее будет движуха потому что что-то мне сдается что здесь мы будем также медленно как и прошлый квест сделать ну как медленно мягко говоря не не быстро на черепорог по дороге можем убить принципе монстров ну и такими всякими делами заниматься не знаю если смысл сейчас подземелье идти сейчас время без полчаса осталось дори лога а нет не полчаса на вруча два часа у меня же время наоборот раньше московского на час вот поэтому москве сейчас еще 1021 а у меня 1121 но все равно вас в это время никого нет онлайн и это прискорбно прискорбно так ну пока что планы в принципе на эту серию мы будем скорее всего в основном фанец а вот здесь вот так скажем в поле фан в поле чем почему бы и не до к тому же у нас такой красивый но скал его бы еще побольше бы посмотреть на него есть так в оба глаза то все пробегом до пробегом последний раз я да вот вплотную с нордскулом знакомился но это реально было лет 10 назад то есть всерьез не но были еще момент когда я на x5 играл но там тоже все как-то быстро произошло пробегом мы наверное с подземелья не вылазили я насколько мне по мне но так в основном я играл на x100 ну а собственно говоря на x100 блин там 10 монстров убил ты 80 практически очень быстро берется уровень так ну куда-то бежишь куда прет блин помню в детстве такие штуки были такие же похожи монстры чупа-чупс такие игрушки большие были в них чупа-чупс был в игрушке они игрушка в чупа-чупс и то есть кирилл здоровые штуки продавались для помню покемон еще такие были вот мне вот этот рогатый чувак напоминает какую-то макушку такая была сейчас я точно не не вспомню как она выглядела как называлась на были такие штуки были чего только странного раньше не было видимо вот это все говорите все странности тоже повлияли на разработчиков когда они все это дело придумали они сто процентов чем-то похожим вдохновлялись ну так посмотри как они морда такая просто стремная мега стремная рожа мега страшная как криповая да как сейчас молодежь любит говорить криповая ладно я шучу какая молодежь так взрослый черепорог не попадает нифига себе наконец-то я хоть от монстра смог уклониться значит не зря мы все это время качались до друзей мы были но все-таки какой же красивый носку эти все наветы фьорды и прочая скандинавская тема вон северное сияние русать лес что-то горит на 1 тип драконы и подожгли его ухты плаща гнездовья дерево квест дает в поисках первопричины убить 5 укротителей с клана укротителей нифига себе какой крутой шмот он нам хочет предложить не это минус отстой отстой полный отстой награда отстой нет типа неохота серьезно давать перед дальше в седые холмы слишком долго мы здесь прозябали а с седых холмов нам уже можно будет в драконе по гост перетащиться хотя и здесь можно перетащить такая странная карта вроде наводишь вроде смотришь ну да седые холмы принципе мы уже здесь практически тут чуть-чуть и драконе по гост но это всегда надо переходить с такого перехода нет бы там вдоль берега пробежаться окей залез мне надо эти переходы про мосты пересекают тоже надо отвлекает но с другой стороны иначе как ты познакомишься с миром да никак немножко камеру лучше отдалить так окей гугл гугл карты гугл карты моего детства серьезно ну да я не помню были в те времена в тысячи восьмом году карт нет карты уже наверное были к тому времени были они мягко говоря отстойными не все они были такими как сейчас вы меня учатся знаете сегодня еду короче интересную я вам говорил что когда я буду играть только про готовьтесь чуваки готовьтесь это кабинет я только начал я только начало до 80 еще очень много и у нас еще новый персонаж будет кстати голосование я скоро запущу как мы до 80 прокачаемся а мага я тоже не бросает так вот возвращаясь к мысли сегодня еду себя поймался на такой мысли реально еду и встаю на пешеходных приходит смотрю школьники идут до сюда и смотрю думал очевидно это первоклассники сто процентов у вас реально какая передо мной вылез жесть нет мы с драться хотя чё но если мы сможем по нему нюхнуть а вы даже по нему нюхнуть не можем да по по карте как будто он рядом а по факту он недосягаем так ну ладно давайте озеро пройдем кстати смотрите обожаю в нордскале очень красиво реализованы это переход между локацией только посадить как все это контракт контрастирует замерзшее озеро зима очевидно снежная снежные горы о поп-оп-оп полетел какой-то поп-оп-оп может быть мы его атаку нет хотя сашим тхп но у нас есть фласка может здесь фармит пищем ищем ищем не он смотался по-любому да посмотрите как все это контрастирует вот эти переходы между локациями мне очень нравится поехали я надеюсь у вас не видит офигеть промах это как-то да ладно а это приз короче это без толку ну и лучше не драться бы наверно захиливается чертовски сильно почему так-то я как тут мужик с мемчика там убьем а почему так-то были реально крутым и так вот заканчивая мысль так красивые эти переходы посмотрите были ну меня нет просто нормальных слов я не знаю вроде русский могучий великий ужасный да и красивые легко описать но великолепно просто amazing amazing хоть скриншоты делай реально красиво просто геймдизайн и это озеро не заледеневшие теплые такие источники и вот эти переходы кстати очень красивые мне еще еще одно место очень тоже нравится я в каких-то своих сериях показывал это между как из драконьего погоста идти в барейскую тундру да 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 вот этот переход тоже очень красивый между этими локации вот здесь где-то здесь между озером ледяных оков тоже очень красиво цвет локация но мы попробуем посмотреть на эти локации побольше как сейчас например что времени много в принципе до 80 еще качаться и качаться подземки как-то не очень особо сильно набираются ну и все равно хочется ножского посмотрел заката тут и не поймешь что дать закат это или рассвет или это просто сияние или это белые ночи очень красиво серьезно так кстати завершая мысль да вот стою сегодня на пешеходном переходит сегодня да да сегодня и в голову мне мысли приходят в школьники да я смотрю на них были на не им 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 по первоклассники второклассники очевидно смотрю второклассники пропасть сколько должно быть лет очевидно лет 7 до если в школу души 67 лет то очевидным лет 67 крейся 7 я такой себя поймал на мысли блин лол 7 лет это все это всего лишь было 2013 это не так давно и канал только создал канал создал канал создал 2013 хоть идея создание канал у меня было уже давно старый мой канал у меня уже уже очень давно давно был сотовый аккаунт потерял там и времена были странные то youtube менялся аккаунта угоняли туда-сюда всякие движухи ну ладно вернусь к основной мысли так блин красиво все таки пока вот мы мы на эту красоту буду смотреть можно и поговорить так вот а 2013 год это всего лишь чтобы было семь лет назад а им уже семь лет они уже в первый класс офигеть как время быстро летит так в таком смысле я у тебя ловлю на мысли блин они же родились вот в тринадцатом году и они вот сейчас родились в эпоху когда уже все было готово то есть ну смартфоны в таком в том виде в котором они сейчас есть в двенадцатом году они были плюс-минус такими же сильно они не изменились нам камера немножко ушки от стали но в целом оболочка android плюс-минус такая же осталось там все все плюс-минус то же самое но iphone вообще практически тоже оболочки не поменялись там если в этом плане то смотреть да тут телевизор и что сейчас там жидкокристаллический что тогда такой же плюс-минус тем же самым разрешением может быть чуть-чуть она увеличился то в техническом плане но визуально вот этого прям вот так узнаете большого контраста его нету также и выгод кстати во многих вроде они новые новые а контраста ты не видишь контраста не видишь да ну и возвращаясь к нашей главной теме полетела просто грифона здесь летают так так поедим немного так вот возвращать главным им 7 лет и они от родились и у них уже все это готово они как бы все это миновали я сейчас поймался на мысли блин вот как как интерес что они испытывающих как они вообще смотрят на этот мир типа они родились и у них уже все это был готов просто я человек которому почти скоро 30 будет да я не буду говорить точно свой возраст но скажу так да и как бы я вот это все зарождение вот это все становление видел я помню какие были телефоны я застал эти крутящиеся телефоны катино дорогу руками крутить этот вот это колесо телефонная с номером такие телефоны я застал да и как бы черно-белые у меня были у меня был черно-белый телефон серьезно черно-белый с подсветкой синий самсунг там и у меня сименс и были я у думаю блин а интересно они больше смогли бы с такими телефонами жить я не не управлять наверно бы они бы ими смогли они додумали очевидно телефон но вообще не отдаюсь отчет как тогда было тяжко с такими телефонами если ну в принципе нам хватало но все равно на не дайся отчет вообще как-то большой прогресс и произошел дать они родились уже в эпоху тотального прогресс когда вот когда телефон примерно то же самое что и компьютер то есть тогда телефон это был еще телефон еще далеко ему был на компьютер дальше далеко ему был до возможности зайти в интернет там и так далее тогда интернет вся и себя не представлял то что он представляет сейчас да согласитесь хотя он был приближенных таким но он далеко не был таким что он из себя сейчас представляет и игры то же самое были не такими то есть я посмотрел как с каких игр я фанател в детстве от игры playstation 1 там вот и что несящая представлять я посмотрю я думаю в памяти они мне остались какой что-то нереально яркое да нереально красиво а сейчас это смотрят треугольники серьезно такие пиксели просто кто говорит что у лоба фаркрафт графика плохая вы на пустые что ладил поиграть я не говорю что плохие игры чем такое просто насколько большой прогресс и вот это семь лет уже хватит хватать чтобы человеку родиться и пойти в первый класс серьез 7 лет 7 лет это плену для меня вот я раньше не понимал я думаю 7 лет это ничто нереально долгое и от реально раньше ловился на мысли что блин у семь лет а когда это это нереально гигантский срок а сейчас смотрю назад на 7 лет прошло да я смотрю назад на эти семь лет я понимаю что это просто это блин гораздо быстрее чем касалось гораздо быстрее чем кажется вообще нереально быстрее понятно что это не вот щелчок пальцев да там или что-то такое да типа очень быстро и безусловно много времени проходит особенно ты ждешь что время пройдет но когда ты не ждешь что это время пройдете она проходит оборачиваешь назад ты понимаешь что блин как же она скоротечно и неуловимо просто семь лет ну тоже 13 год и еще вот так же себя поймал на мысли как они будут смотреть на в принципе на это поколение на все другое там не знаю может быть они будут смотреть на это как на застой но мне сложно это назад как на застана на все смотреть застой потому что о всем в лагере отлично так сейчас возьмем костик сзади то есть я я помню времена когда было хуже я помню времена когда была полная жесть и вот касательно тогда возвращайся в одной своей серии заплыл эту тему на то что политика это максимально дебильная чем можно заняться в своем возрасте время свой на что тратить хотя сам иногда блин вникаю во все то есть это весь этот бред политически но все равно это я уверен то что это бесполезное времяпрепровождение так далее к чему я это говорю вот потому что сейчас я могу тоже такой один совет довольно таки серьезный так чем и задать за ним поездо 7 лет это блин нет и я говорю это не то время которое стоит тратить на что-то политики или какой-нибудь и вот говорю да сейчас это молодежь она очень особенно современная там она любит там кто у кого детство прошло вот последние 10 лет у кого детство было последние 10 лет они любят знаете когда чем там в политику какую-то влезть про застой по какой-то поговорить но я не знаю я мне в 2013 был уже больше 18 лет и я просто помню те времена когда все вообще гумозно серьезно было гумозно и кто говорит что было лампово лампово стал только 2007 году это потому что экономика поднялась а раньше это кстати какие крест наберем 5 в рай полу замочить так подожди только не говорит что они здесь ух пятнистого спящий великан слушать а может быть просто наверх пойдем великанов ловить шучу ну давайте грифонов попробуем половить так вот я просто вспоминаю чё такое чё такое странно почему-то у меня вылетел из сервера на угол я не думал что будет перезагрузка ну ладно подождем покорил релоготь сможет не может окун интернет отъехал так вот вспоминая эти времена гумозные когда все было гораздо хуже и я блин сейчас могу себе дать отчет то что блин сейчас все окей плане не знаю развитие так далее сейчас человек стал жить гораздо лучше гораздо лучше чем условные те же 15 назад серьезно во многом во многом в чем-то наоборот нет в чем-то но во многом да много технический прогресс прям он улетел куда-то я вспоминаю это 2005 год игру черно-белый телефон черно-белый черно-белый телефон у некоторых пенсионеров был на тот момент еще до сих пор черно-белый телевизор чтобы понимали то есть настолько все было очень и черно-белый это не значит что вот он черно-белый у него и у него экран был такой же здоровый как там экран был как как бы сейчас писать там как одна четвертая от спичного коробка серьезном были надо было прям программы начать чего ошибка включение попробуйте позднее если вы постоянно получаете сообщение чего с какого да ладно течет мне не верят чего пиратку хоть пиратку увеличу прикалывать стали так еще раз может быть я неправильно логин набрал бред какой-то неужели меня battle.net в в моем я не знаю пока что-то наворотил странно ошибка включение пожалуйста попал подключить позднее все постоянно получать сообщение свяжитесь со службы технической поддержки блин одна пауза наверно тогда будет нажать ну или подождем пару минут я не знаю еще еще пропишем логин пока здесь полазим так ну и вот такой вот такая интересная мысль пришла конечно в голову ну как бы ее описать так интереснее на гораздо объемнее больше чем кажется чем я могу сейчас выразить потому что она такая прям всеобъемлющая бы даже так сказал семь лет от такой большой срок и реально практически целая жизнь потому что человек идет в школу там я не знаю семь лет 14 так это вообще просто небо и земля вспоминая дачу что был 14 лет назад мне конечно не отнесу просто вспомнить реально давно было но представляя насколько это контрастирует с днем сегодняшнем ну вообще я не говорю там какой-то отдельно взяты они или в один взяты политической ситуации игры вообще в общем в целом в мировом понимании что был 14 лет назад что сейчас там небо и земля просто небо и земля а что-то наоборот стагнирует деградирует кстати морпиджи например джанр и доводов аркаст тоже пострадала там но во многом из-за жадного бобби котик ну ладно есть как еще веселая мысль придет я обязательно поделюсь с вами интересно по крайней мере так ну давайте еще раз за логинем что какой-то офигеть какая-то фигня что такое ошибок подключения попробуйте учиться позднее если вы постоянно получать сообщение свяжитесь да ладно ну-ка сейчас еще пока на паузу нажму может быть